Я не случайно тебя позвал сегодня, потому что дошли до меня слухи, что у тебя родилась некая концепция, если не сказать, некий программный документ культурной политики для современной европейской демократической России. Уточни, как этот документ называется, но я так понимаю, что, если я не ошибаюсь, конечно, что это некая идея, как развивать культурную жизнь вот этого миллионного сообщества людей, которые сейчас уехали из России в Европу, так? Ну, да, предыстория, в общем, понятная. У меня вообще есть еще одна профессия, она появилась после перпского проекта, называется «развитие территории через культуру». И, собственно говоря, я в Черногорию в 2014 году приехал по контракту, делал стратегию культурного развития Черногории. То есть я периодически делаю такого рода проекты. Ну, там, последний раз я выступал в комиссии парламента Молдовы. До этого, ну, это до войны, делал проект для Гриневецкого, для Одессы. То есть это такая моя какая-то компетенция, она не очень публичная, потому что эта работа больше, ну, писать, спрашивать, ну, исследовательская. Вот, но так сложилось, что я месяц назад в Брюсселе выступал, есть такая организация ЕС-Россия. Она раньше была таким посольством Европейского Союза в России. Но когда началась война, их отозвали, они сейчас сидят в Брюсселе, но не распустили. То есть они занимаются проблемами вот как раз той самой диаспоры, иммиграции. И я сделал небольшой доклад о том, что происходит в культурной сфере и как-то заинтересовало. И мы сейчас готовим, в конце апреля будет большая встреча деятелей культуры русской иммиграции и Европарламента 24-26 октября. Ну, там будет 20 человек, большая делегация. Мы ее с Михаилом Шишкиным формируем. Вот. И я, да, подготовил к этому мысли, которые у меня были и раньше. Я просто их как-то упорядочил для того, чтобы это было одним из тем дискуссий. Потому что Европарламент, конечно, надо признать, он нами интересуется не столько как новыми европейцами, сколько как возможной будущей, как бы, властью, элитой в России. То есть они с нами общаются, исходя из того, что получив какие-то новые компетенции, получив какой-то новый европейский опыт, в случае, если... В случае, когда в России наступят новые времена, мы туда вернемся и будем заниматься вот такими интеграционными процессами. В принципе, правда... Евгений Павлович, а у меня сразу вопрос. А когда наступят эти времена, по-твоему ощущению? И наступит ли? Простых вопросов не задаю. На этот вопрос, если развернуто отвечать, то мы займем все пространство. Это понятно. Если коротко. Но я вот так для себя, ну, недавно шутливо, но как в каждой шутке есть доля шутки, я себе обозначил 27-й год. А почему? Ну, у меня есть... Я обозначил как две личные причины. У меня есть две личные причины. Значит, когда я делал подарок Третьяковской галереи, я подарил 200 работ, то у нас была договоренность, что после реставрации здания новой Третьяковки на Крымском ВАУ будет зал Марата Гильмана. Это был 27-й год. Ну и второе, это мой паспорт, загранпаспорт российский, заканчивается в 27-м году. Это шутки, конечно. Но я, честно говоря, думаю, что... Я даже написал некий план, как это будет происходить. То есть, с моей точки зрения, вот нынешняя власть во главе с нынешним ее лидером до середины следующего лета доживет, то есть переживет выборы, но очень быстро после выборов эта власть потеряется. И дальше будет несколько итераций. То есть вначале, наверное, это будут люди, которые некоторым будут казаться даже хуже, чем Путин, но они не удержат власть. В общем, с моей точки зрения, где-то в 27-м году будет после нескольких итераций, условно говоря, новая страна как бы переучреждена на территории Российской Федерации. Вот так я думаю. Я правильно понимаю, что твоя точка зрения сводится грубо к следующему. Не будет Путина тем или иным способом. Он уйдет с поста президента, и занявший его место Михаил Мишустин по Конституции, исполняющим обязанности, становится премьер-министр, тут же остановит боевые действия в Украине. Он тут же остановит боевые действия в Украине, тут же появится какая-то, ну, как этот, пуч какой-то, тех, кто недоволен этой остановки, он вокруг Совета безопасности. То есть я думаю, что в целом, дело в том, что так как Путин разрушил все институты, то любой человек, который занимает его место, долгое время будет, ну, максимум полгода сможет удерживать власть, потом она будет меняться, потому что никаких институтов, которые сдерживают недовольных, там, этой или той фигурой, в России сегодня не существует. А, ну, такой власти, как у Путина, тоже ни у кого не будет. Поэтому я думаю, что, да, после этого будет Мишустин, потом будет, не знаю, какой-нибудь условный Патрушев, потом еще кто-то, и в результате все закончится тем, что должно будет новое конституционное совещание, и страна будет переучреждаться. Ну, хорошо, а если возвращаться к русской эмиграции, к российской эмиграции, к диаспоре, которая есть не только в Европе, разумеется, есть еще Израиль, есть Америка, есть какие-то экзотические страны. В Аргентине, как выяснилось, довольно много русских, например, живет. Не знаю уж, как там в Австралии. Австралия очень далеко, правда, Аргентина тоже. Но, вот если говорить о Европе, вот, что называется, какие у нас условия и задачи изначально? Вот сколько релакантов, эмигрантов, беженцев, назовите как хотите, из России живет сейчас в Европе? Знаешь, я не владею цифрами, сразу скажу. То есть я могу какие-то цифры, которые я где-то слышал, произнести, но насколько это ценная информация, я не знаю. Но очень важно, что в сфере культуры это ключевые игроки. То есть это как минимум больше половины культурной элиты России сегодня находятся за пределами России. Это очень важно понимать, потому что, когда говорят, там, раскол элит, вот он уже произошел. Причем это именно не отщепенцы, да? Вот смотри, взять любого человека, который, ну, знаком с русской культурой, поверхностно пусть даже, писатели. Значит, Сорокин в Берлине, Улицкая в Берлине, Шишкин в Швейцарии, Акунин в Англии, Алексей Иванов в Англии, Пелевин в Таиланде, ну, Глуховский в Париже, может, вроде снова в Берлине. Ну, то есть как бы ключевой, то есть основной корпус тех текстов, которые сегодня читают в России. Берем музыкантов, да, эстрада, там, да, Пугачева, Гребенщиков, Земфира, Макаревич, Оксимирон, Нойз МСИ. То есть основная, то есть я хочу сказать, что это очень важно, что в культурной сфере это раскол, этот раскол, причем большая часть вместе с нами, да, со всем мировым сообществом против политики Путина, против агрессии и так далее, и так далее. И так как культурная сфера, ну, несмотря на свою, как бы, малочисленность, она все-таки так же важна, как там бизнес, политика, да, там, журналистика и так далее, и так далее, это очень важно. То есть я-то считаю... Ну, журналистика практически, вся независимая журналистика, почти вся, за редким исключением тех, кто по каким-то причинам не смог, не захотел уезжать, все за границей. Ты не сказал о театре и о кино. Ну, безусловно, театр появился только сейчас. Но, пожалуйста, Дмитрий Крымов, причем он ставит шесть спектаклей в этом году. Он никогда в России столько не ставил. Плюс мы с ним делаем в декабре большой проект в Берлине, выставочный. То есть, как бы, ну, там, Кирилл Серебреньков, Курочкин, то есть много... Макс Диденко сегодня ставит просто, ездит по Германии в небольших театрах. С кино я не очень понимаю, потому что кино – это такой производственный процесс больше, чем творческий, да? Потому что актеры те же вроде там, вот. И это все зависит от, ну, там, я не знаю... Не, ну, понятно, нужны студии, нужны площадки, нужна техника. Вот. Но кино – такое синтетическое искусство. Оно обязательно появится там, где есть все остальные элементы. Музыка там и так далее. Я еще не сказал про классических композиторов. Айги в Париже, Невский в Берлине, Курлянский в Париже. То есть, ну, это, в общем-то, это мировая элита именно такой классической музыки, да? Черняховский ставит в Мюнхене. Вот. То есть, мы находимся здесь, в Европе. И это уникальный такой опыт, потому что каким образом вообще традиционно интегрировалась русская культура раньше? Это был такой здоровый кирпич под названием «Великая русская культура», которая вваливалась в виде такой репрезентации. Так называемое то, что Швудкой называл, значит, «культурная дипломатия». Открываем выставку в музее Гугенхайма. Там все русские. Выставка под названием «Россия». Путин открывает ее, значит. Ну, то есть, вот, то есть, использовалась именно как фасад. Как европейская... Такая агрессия, вторжение, да? Да. Ну, даже если без агрессии, то это обязательно таким свиньей выстроились. То есть, вот мы все вместе. Вот там слева у нас, не знаю, Достоевский, справа, значит. Ну, неважно, пусть даже тот же Сорокин. То есть, вот, то есть, это была некая дипломатия, культурная дипломатия, представление России. В то время, как нормальная интеграция... Ну, на самом деле, по стилю порой очень агрессивная. Да. Европейская интеграция – это художник, галерея, театр, театр. То есть, это такой интерфейс, где тысячи каналов самостоятельно. И вот этого у нас не было никогда. Я могу сказать, что я в 90-е пытался, это не получалось. Не всегда даже по нашей вине не получалось. А сейчас это происходит, потому что у нас нет другого выхода. Мы уже в Европе. Каждый из нас выстраивает какую-то свою коммуникацию. И вот я думаю, что это такой уникальный опыт, который реально сделает русскую культуру частью европейской. Потому что... Извини, что я тебя перебиваю. Мы возвращаясь к условиям задачи. Вот есть писатели, художники, актеры, музыканты, далее по списку. В столице их где? Или несколько столиц? Ощущение, что опять русский Берлин возникает как в 20-е годы. Когда Берлин в 20-е годы был, безусловно, столицей эмиграции. Не Париж. Париж позже. Не Париж. То есть, русский Берлин и Тель-Авив. И Тель-Авив. Да, да. Просто потому что многие, не имея визы в Евросоюз, релацировались вначале в Израиль, оставались там. Плюс, безусловно, большая русскоязычная аудитория, которая есть в Израиле. То есть, какая-то такая база. То есть, реально сейчас, ну, наверное, уже Тель-Авив как бы чуть-чуть отстал от Берлина. Потому что очень интересно, что даже израильтяне, то есть не русские, а вообще израильтяне, мыслят Берлин как культурную столицу европейскую. Сейчас в Берлине много вот настоящих израильтян, то есть, ну, я имею в виду не наших бывших соотечественников, переезжают и воспринимают как бы взятие Берлина, то есть, в какой-то такой культурном смысле, как приезд в Европу. Вот. Так что, да, наверное, Берлин очень быстро станет центром. Он очень, ну, как бы, он сам по себе интернационален. Потом здесь такая есть, здесь же нет русских, нерусских. Здесь каждый художник представляет сам себя. Они сами себя считают берлинцами, а не немцами. То есть, это очень интересная такая здесь культурная среда. Ну, вот я делаю сейчас Берлинскую платформу совместно с Тим Реннер. Это он был министром культуры, ну, сенатором по культуре города Берлина. Вот. То есть, здесь возможно родится новое, в целом новое движение европейское. И во многом благодаря вот нам. Субтитры сделал DimaTorzok